11-классник из Таджикистана вывел 8 новых видов фиалок. Всего в его коллекции 400 сортов. Откуда такое необычное влечение у юноши, расскажет Зарина Абдуназарова. Этот сорт фиалки уникальный. Сафар его вывел сам. Цветоводы в таких случаях говорят, забил гол. На счету школьника уже 8 очков. Он, конечно, я цветочки убрал, чтобы он набрал силы. У него розовая пестролистность. Розетки его цветов ровные. Сами растения терпеливы к смене температур. Некоторые фиалки пока без названий, под номерами. Один из моих сенецов, который очень мне нравится. У него очень крупные цветы. Интересность в цветах в том, что по краям они фуксиевые, а посередине они немножко красноватые цветочки, блестящие. Сиреневые белые, зеленый бахромой и красным контуром. Эрес Дон Жоан, Ват Инопланетянин, МК Лилон Лила. Цветовод помнит все названия и даже даты покупок. Об удивительной коллекции школьника знает вся республика. Желающие приобрести редкие цветы приезжают и за рассадой, и за цветущими растениями. У него очень хороший выбор. Несколько фиалок я уже купила. Он всегда подскажет, как правильно ухаживать за цветком. Он по листику определяет проблему. Удивительно, как у него так получается. Интенсивному цветению способствует свет, а не удобрение, говорит Сафар. Поливать цветы нужно по мере высыхания. Не ставить на сквозняк. Любимая температура фиалок от 15 до 25 градусов. У цветовода готов ответ на любой вопрос. Люди, которые говорили, что у меня не растет фиалка, они меня не любят. Это неправда? Нет, нет. Если захотеть, можно вырастить фиалку. Это неправда. Только желание и стараться делать все правильно. Фиалка Лешойра – это имя в честь матери Сафара. Цветку дал селекционер из Украины. В прошлом году она умерла от рака. Юному цветоводу пришлось продать около 700 сортов фиалок, чтобы собрать деньги на лечение. Но оно не помогло. Сейчас Сафар мечтает вывести свой сорт и назвать в память о матери. Говорит, она всегда поддерживала его страсть к цветам. Она цветами не интересовалась, но она очень хорошо поддержала. Она, например, помогала и ездила со мной за фиалками в другие города. Я все еще не знаю, где что находится. Она все помогала. Ездила, показывала. Цель Сафара – открыть Душамбе, дом фиалки, где можно будет проводить выставки цветов. А еще Сафар Шамсиев мечтает посетить дом фиалки Владимира Колгина в Москве и встретиться с селекционерами со всего мира.